Рассказать о насилии в отношении детей и других проблемах общества мы пригласили в студию руководителя Центра защиты детей Миру Итикееву. Здравствуйте, Мира Исенбековна, спасибо, что пришли к нам в студию. Вот скажите, вот этот вопиющий случай с двухлетним ребенком, да? Он сейчас в резонансе, о нем все говорят и принимаются меры какие-то, правозащитники и так далее. Но таких случаев, наверное, он не единичный, наверное, много. Некоторые остаются за пределами внимания общества, некоторые, наверное, скрывают об этом. И вот в целом какая ситуация с детьми у нас сейчас? Да, это очень страшная история случилась. И хотелось бы сказать, что на самом деле то, что в средствах массовой информации идет, дают данные о количестве детей, которые попали в третью детскую больницу, на самом деле это только верхушка айсберга. Попадают туда дети только те, которые нуждаются в медицинской помощи. А сколько детей, раны на которых зажили. И к большому сожалению, наверное, если говорить о причинах, почему насилие у нас увеличивается, хотелось бы остановиться на том, что есть причины на нескольких уровнях. И прежде всего это причина на системном уровне. К большому сожалению, уполномоченный орган, другие структуры, которые ходят в систему защиты детей, они в большей своей деятельности направляют свои усилия на реагирование, когда насилие уже случилось. Но вместе с тем, на мой взгляд, очень важно, чтобы на сегодняшний день были предприняты меры и фокус был перенаправлен на превентивные меры, чтобы не доводить дело до того, чтобы дети попадали в таком ужасном состоянии в третью детскую больницу. К этому еще способствует то, что сегодня существует заявительная система у нас в Кыргызстане. Везде у нас как бы заявительная система. Да, заявительная система. Даже на грамоте, чтобы получить, надо заявление, если человек очень достойный. На мой взгляд, в отношении детей это является большой ошибкой. Оно и приводит к тому, что увеличивается количество детей, подвержившихся насилию. Я очень рада, что общественность откликается на обсуждение данной проблемы. Идут обсуждения и предложения о введении химической кастрации или же смертной казни. Но сегодня я хочу сказать, на самом деле, уголовным кодексом предусмотрено достаточно серьезных мер, которые могут быть применены в отношении насильника. Они осуждены до 20 лет и включая даже пожизненное заключение в тюрьме. Но насколько это применяется, сколько дел дошло до суда, вот в чем вопрос. И, наверное, надо еще сказать, что в случаях сексуального насилия дети в большей степени подвергаются насилию со стороны родственников, знакомых. Это миф, когда мы говорим, что только посторонние. Самым угрозы несут родственники. И вот с этими родственниками, кстати, мы говорим про воспитание детей, превентивные меры, но как воспитывать взрослых? Да. И вот когда мама решается подать в суд, идет большое давление на маму со стороны родственников. Они думают не о ребенке, они думают о насильнике. И все обвиняют маму в том, что она ломает жизнь насильнику, потому что насильник их родственник. Ребенок, он не может реагировать и выступить в защиту своего или что-то. Да. И вот в этих вот случаях, вот это тоже является одной из причин, почему много дел не придается огласке. И вот сам факт, что когда есть какой-то факт нарушения, принимаются меры и заявление заставляют отозвать. Вот сам этот факт, отзывы заявления, насколько хорош? Знаете, вот в случаях сексуального насилия по примирению сторон невозможно. Это очень хорошо, что есть такой закон, что в случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего закрыть уголовное дело только по примирению сторон нельзя. Но другое, надо наказывать этих насильников, потому что многие думают, что надо применять какие-то меры или бить в колокола только тогда, если на самом деле были факты изнасилования или ребенка до полусмертию избили. А вот это тоже реагирование, наказание, оно как бы постфактум, да? А вот чтобы превентивно сделать, вот общее воспитание, общее культуру, как надо поднимать в семьях? Я так думаю, очень важно, чтобы в этом, наверное, очень большая роль, прежде всего, учреждения образования и сообществ. В сообществах живут активные граждане, члены женсоветов, суды аксакалов, очень уважаемые люди на своей улице, квартальные, которые знают семью и встречаются с ними каждый день. И если вместе общество и будем способствовать тому, чтобы мы выявляли каждый на своей улице своевременно, а учителя будут и медицинские работники будут проводить работу с родителями о том, как воспитывать ребенка, о ненасильственных методах воспитания ребенка, и говорить о том, что то, что мы говорим, родители считают, что это метод воспитания, да, там подзатыльник или что-то там еще такое, там за ухо как бы дернул или игнорирует ребенка, это есть насилие. Наверное, я уверена в этом, что если мы мобилизуем все общества, то можно будет решить эту проблему, но это очень длительный процесс. Знаете, мы в октябре месяце проводили информационную кампанию о том, чтобы граждане не молчали о случаях насилия, и в следствиях массовой информации были обсуждения. Я была очень удивлена комментариями некоторых граждан, которые писали, ну и что, говорят, нет у нас в Кыргызстане насилия, меня обили, говорят, и слава богу, благодаря этому я стал хорошим человеком. Но вот есть древние... Это есть неправильное понимание насилия. И, возможно, это как бы происходит, вот как я уже говорила, что нет у нас в законодательстве наказания за телесные наказания. Да, за телесные наказания. Телесные наказания, оно как бы в нашем случае, оно принимается как воспитание ребенка, к большому сожалению. Ну вот действительно, вот есть древняя египетская поговорка, что уши юноши находятся на его спине. Пока не ударишь, пока не побьешь, он чего-то не делает. И из него тоже действительно иногда человека сделать сложно. Но вот как это различить? Насколько это злобно сделано или это с теплотой иногда бывает? Знаете, вот хотелось бы сказать, что мы, как взрослые люди, помнили, что насилие, оно всегда порождает насилие. И взрослые, наверное, должны быть терпимы, чтобы понять это. Знаете, вот родители, когда воспитывают детей, когда ребенок чуть-чуть гиперактивен, не слушается ребенка, он в таких вот случаях, да, там шлепок или что-нибудь такое, пощечина. В английской школе даже было до недавнего времени палками, линейками бить. Знаете, вот есть у нас очень хорошие ценности нашего общества, кыргызского, на которые мы можем основываться. В селе, да, в регионах никогда не закрывали дома на крючок. Соседи могли легко заходить друг к другу, общались, могли воздействовать. А сейчас каждый у нас зашел к себе в квартиру, никто ни с кем не общается. И вот зачастую же в группу риска входят те семьи из малообеспеченных семей, что на сегодняшний день... Вот эта изолированность, она сильно влияет. Она влияет. Семьи внутренних мигрантов, они когда приезжают сюда, в Бишкек, они не могут найти себя. То есть нету как бы непостроена, скажем, работа по их социализации. Они чувствуют себя исключенными из общества. И вот как бы дети, родители все как бы вымещают на детях. А вот в этом же как бы случае соседи же могли бы помочь. А общение это как бы очень важно. Потому что когда родители... Это должно быть общественное сознание, осуждение общественное. И вот сейчас хотелось бы сказать, чтобы у нас было бы нетерпимое отношение к насилию в отношении детей. Не так, что, скажем, очень многие граждане считают, что это чужая семья, и они не будут как бы лезть. На сегодня как бы чужой ребенок, завтра на его месте может оказаться твой ребенок. И поэтому, если мы хотим, чтобы проблема была решена, мы должны объединять усилия. Но при этом, конечно, ключевую роль должны играть уполномоченные органы по защите детей. Это Министерство социального развития. Министерство социального развития и остальные учреждения, которые входят в систему защиты детей. Без координации, без взаимодействия, какие-то отдельно взятые сейчас мероприятия или какие-то планы, они не дадут нам ожидаемого эффекта. Спасибо большое, что пришли в студию, рассказали о ситуации. На вопросы итогов недели отвечала руководитель Центра защиты детей Мира Итикеева. Редактор субтитров А.Семкин